Да, коллеги, добрый день еще раз всем. Большое спасибо, что присоединились к нам. Меня зовут Тимохин Сергей, как уже сказала Яна. Я являюсь менеджером индустриального отдела и курирую направление ритейл. Темой моего доклада сегодня будет обзор рынка DIY и мебели, который мы видим как площадка в первую очередь на своих радарах, то есть то изменение пользовательской активности и изменение поведения рекламодателей, которое произошло. Ну и начать непосредственно хотелось бы с обзора отрасли небольшого. То есть говоря о нас, как о Яндексе, о вас, как представителей двух больших достаточно индустрий, хочется понимать, насколько они большие. Мы проанализировали количество запросов, которые пользователи задают непосредственно нам, касательно ваших двух сфер. И в цифрах они составляют примерно суммарно около 1% от всех запросов, которые пользователи задают Яндексу. Индустрия DIY чуть больше, там порядка 0,6%, мебель чуть поменьше, там в районе 0,4%. Говоря о каждой из этих индустрий, в таких больших числах всегда хочется посмотреть более детально на ту динамику, которую мы наблюдаем у себя. В первую очередь давайте рассмотрим индустрию DIY. Мы видим то, что год к году интерес пользователей к ней прирастает. Рост составляет около 16%, это достаточно большой объем, особенно учитывая то, что год у нас начался достаточно сложно, а конец года вообще был очень веселым. И с точки зрения самого объема в числах, то есть 0,6% сколько, это не так мало на самом деле, это порядка 300 миллионов запросов пользователей ежегодно. Категория мебель, она чуть меньше по объему, порядка 220 миллионов, но в то же время здесь наблюдается рост около 10%, то есть индустрия тоже достаточно динамично развивается. В последнее время мы анализируем интерес пользователей обычно совокупно, то есть как со всех видов устройств, то есть из десктопа, из мобильной версии пользователей. Поэтому нам стало интересно, но мобильные устройства все больше и больше входят в нашу жизнь, какое же количество пользователей ваших непосредственно обращается к нам с мобильных устройств. Сплит выглядит примерно таким образом, то есть в DIY это порядка 14%, в мебели около 18% всех запросов пользователей, они задают с мобильных устройств. Если посмотреть в динамике, именно мобильные запросы, то мы увидим, что цифры намного более высокие по сравнению с общим сплитом десктопа и мобильной части. Здесь рост около 65% у нас наблюдается в индустрии DIY, объем, безусловно, меньше по сравнению с десктопом, это около 20 миллионов запросов ежегодно, но тем не менее он достаточно большой, то есть если сравнить еще несколько лет назад, даже год назад это было всего 11 миллионов запросов, ну 14 миллионов запросов, прошу прощения. Что касается мебели, здесь также наблюдается большой рост, примерно такой же, как и в индустрии DIY, здесь около 20 миллионов запросов ежегодно, при этом рост тоже большой, порядка 60% год к году. Индустрии большие, ассортимент у всех вас достаточно большой, независимо от того, вы чистый онлайн или оффлайн, онлайн смешанный, каждый из вас представляет достаточно большой сегмент товаров, поэтому хочется понимать, какие же категории данных индустрий являются самыми обширными с точки зрения пользовательского интереса. Для этого мы провели небольшой сплит по этим категориям и выявили некоторые закономерности. Если говорить о DIY, здесь есть несколько самых больших категорий, таких как осветительные приборы, строительные материалы и так далее, которые составляют более 60% всего интереса к этой индустрии. В то же время существует достаточно большое количество сравнительно небольших категорий, это в районе 3-5%, которые представляют собой тоже высокий интерес со стороны пользователей и совокупно, если они представлены в ваших магазинах, а я думаю это так, вы получаете достаточно большую долю обращений по этим запросам. В динамике ситуация выглядит следующим образом, то есть в принципе большинство категорий у нас подвержены сезонным всплескам и изменений. Так, например, осветительные приборы, которые являются самой большой категорией, она у нас периодически меняет свою динамику, ну точнее летом, интерес к ней немного снижается, и на момент июня, то есть на последний закрытый период, который мы готовили для данной конференции, мы обнаружили то, что строительные материалы уже слегка обогнали осветительные приборы. Тем не менее, также наблюдаются очень интересные всплески и по другим категориям, к которым пользователи не так часто, возможно, обращаются. В частности, это касается всех подразделов дачи, огорода, сада и так далее. Если посмотреть на динамику в приросте, то все цифры в принципе положительные. Мы наблюдаем большой рост по всем сегментам, это в принципе оправдывает те 16%, о которых мы говорили в начале, но на текущий момент самыми яркими и растущими категориями являются категории, связанные с дачей, огородом и садом по сравнению со всеми остальными стройматериалами, осветительными приборами и так далее. В мебели же сегментация идет не такая точечная, скажем. Здесь детализации не так много. Возможно, это связано с тем, что набор категорий в DIY чуть шире, чем в мебели. Большую частью, это порядка четверти от всех запросов, обращаются непосредственно к мягкой мебели. Дальше после нее идет мебель для спальни, для кухни, сантехника, ну и так далее по убывающей. В динамике ситуация выглядит чуть спокойнее, чем в DIY. Безусловно, есть какие-то сезонные всплески, которые мы наблюдаем от года к году, но при этом развесовка выглядит следующим образом, что есть некая устаканившаяся динамика, которую мы смотрим сейчас, и мы видим то, что графики между собой не так сильно сплетены, как в индустрии DIY. В приросте цифры, может быть, не такие большие, как нам бы хотелось их видеть. Возможно, есть некоторые категории, которые показывают у нас достаточно стагнирующую динамику, но тем не менее мы постоянно наблюдаем рост к некоторым категориям, допустим, таких как мебель до прихожих, достаточно активно сейчас показывает пользовательский интерес. Безусловно говоря, о каждой из этих категорий трудно оставить незамеченными некоторые из них, которые, возможно, не напрямую являются вашим основным бизнесом, но в то же время являются смежными. Чаще всего их ассортимент также представлен в ваших магазинах, и пользователи также очень интересуются этими категориями. В первую очередь это текстильные изделия и предметы интерьера. Здесь для сравнения мы привели ее показатель год к году рост, то есть красным – это первое полугодие прошлого года, желтым – первое полугодие 2015 года. Для сравнения мы видим то, что по объему она больше даже, чем мягкая мебель. Несмотря на то, что мягкая мебель составляет у нас, как мы помним, четверть от всех запросов пользователей, относящихся к Яндексу индустрии мебели. Это связано с тем, что категория достаточно сложная, то есть в принципе здесь у нас присутствует как и профессиональная индустрия, многие дизайнеры по работе с интерьерами, которые периодически обращаются, спрашивают, ищут какие-то новые варианты решения своих задач. Также помимо этого мы наблюдаем здесь пользовательский спрос с точки зрения покупок, то есть каждый из нас хочет купить какую-то уютную вещь для своего дома. Но помимо этого ее как поднаправление, подкатегория, можно сказать, это кухонные принадлежности, которую мы выделили как вторую смежную категорию, она является тоже по сравнению с мебелью для кухонь достаточно большой по объему и достаточно хороший прирост показывает. Это вопрос к тому, что если сейчас вы ищете какие-то ниши или задумываетесь о каком-то расширении своего ассортимента, то можно обратить свой взгляд и на эти категории в том числе. Наши пользователи, безусловно, приходят к нам не только с разных устройств, не только в разные категории, интересуются разными вещами, но в то же время они посещают нас абсолютно из разных регионов. Для этого мы подготовили тепловые карты, так называемые, на которых можно посмотреть, какие же пользователи из каких регионов прирастают к нам в больше всего. На первом слайде мы видим карту по индустрии DIY непосредственно. Здесь от серого к красным выделены регионы, показывающие наибольший прирост. То есть Москва, ну и вообще европейская часть, она у нас достаточно большая с точки зрения самого объема пользователей и запросов, которые к нам обращаются. Но при этом мы видим в ней сравнительно небольшой прирост по интересу по сравнению с другими регионами, такими как Северокавказский и Дальневосточный. Очень похожая ситуация и в мебели. Здесь единственное, что два этих округа, о которых мы говорили выше, они сильно, более сильно выделяются на фоне остальных регионов, как центральной части России, так и европейской части. Мы проанализировали пользовательский интерес, посмотрели, как он менялся, за счет чего осуществляется рост интереса к тем или иным индустриям и в принципе в какие категории пользователи чаще всего обращаются. При этом нам стало интересно, как же прореагировали рекламодатели на изменение этого спроса в первом полугодии 2015 года. Поэтому давайте сейчас и посмотрим, что у нас получилось. На первом графике мы видим динамику изменения активности рекламодателей в индустрии DIY. Здесь у нас три линии. Это средняя цена за клик, количество рекламодателей и объем ресурсов, которые они вкладывают в свои рекламные кампании. Ярко выраженные сезонные перепады, то есть у нас классически где-то с ноября идет снижение активности, после которого в январе показывается достаточно хороший рост. И стоит отметить то, что сейчас, когда мы видели сложную экономическую ситуацию в начале года и все рекламодатели большинства индустрии, не только DIY, не только мебель, но и в принципе по всему ритейлу, если говорить, относились к году достаточно осторожно, то есть они ожидали, что же можно посмотреть в текущем году. После этого мы видим динамику роста, как и количество рекламодателей, так и объема их ресурсов, достаточно сильную, которая сильнее, чем в прошлом году и уж точно сильнее, чем в 2013. Также стоит отметить, что средняя цена за клик в этих категориях, она в точности повторяет всплески активности рекламодателей, но при этом мы видим, что если сравнивать минимальные пики, которые у нас наблюдаются в январе, то год к году они чуть ниже, чем были ранее. В мебели эта ситуация выглядит немного более спокойно, как в принципе и пользовательский интерес. Здесь у нас ярко выражено также падение, которое состоялось с конца прошлого года, и в начале этого года часть рекламодателей, которая выжидала каких-то моментов, возможно, продумывала свою стратегию на текущий год, сейчас мы наблюдаем рост, активный интерес, увеличение ресурсов данных категорий и увеличение количества рекламодателей. Если разбить активность рекламодателей по категориям и посмотреть, как они изменились год к году, то в индустрии DIY мы видим то, что наиболее активная и конкурентная среда с точки зрения затрачиваемых ресурсов в DIY — это, безусловно, строительные материалы. Также стоит отметить, что чуть ранее мы с вами говорили, с точки зрения пользовательского интереса первое место занимали осветительные приборы. Здесь же они достаточно с хорошим ростом, но в то же время находятся где-то на четвертом-пятом месте. В мебели же ситуация выглядит примерно следующим образом. Одна из самых конкурентных сред являются предметы для интерьера. Говоря конкурентные, мы имеем в виду объем ресурсов, которые рекламодатели туда вкладывают. Растет она тоже достаточно хорошими темпами. При этом мягкая мебель, о которой мы говорили чуть ранее, которая занимает львиную долю пользовательского интереса, здесь также находится не на первых позициях, а всего лишь на четвертой. Распределение по регионам с точки зрения активности самих рекламодателей выглядит примерно следующим образом. Как мы видели ранее, основными драйверами роста с точки зрения пользовательского интереса в индустрии DIY, ну в принципе и в мебельной, у нас осуществляют регионы. Здесь же мы наблюдаем в DIY картину, которая примерно следует, наверное, тренду пользовательской активности. И хочется отметить то, что доля кликов, которые рекламодатели получают с регионов, она преобладает, скажем так. Москва, безусловно, очень большой объем приносит рекламодателям, но тем не менее доля кликов регионов достаточно большая, это около 55% от всех кликов, которые получают рекламодатели индустрии DIY. В мебели ситуация немного по-другому выглядит. Здесь у нас картина, что от прошлого года к этому Москва чуть прибавилась, то есть она плавная и постепенно, безусловно, это график от целого года по целой индустрии, поэтому он не такой активный, он более инертный. И здесь мы видим то, что индустрия мебель, она активно размещается в Москве и области, несмотря на то, что интерес у пользователей по данной индустрии достаточно стагнирует. В завершение хотелось бы отметить то, что год у нас выдался достаточно интересный и с точки зрения начала его, и с точки зрения изменения пользовательского интереса. При этом мы видим то, что на данный момент ситуация не такая критичная, как кто-то прогнозировал ее, наверное, в прошлом году или в конце того года. Интерес растет к обеим индустриям, поэтому с ним можно работать, и мы видим то, что все из вас активно работают. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ